Дорогие телезрители, мы с удовольствием продолжаем вам рассказывать об участниках первого межрегионального конкурса «Этнопоп-музыки под одним солнцем». Напомню, что сегодня в спортивном комплексе «Триумф» состоится запись телеверсии, которую начнут транслировать по нашему каналу с 15 января. В это же время начнется смс-голосование. И по итогам смс-голосования и по решению компетентного жюри будут выбраны два победителя. Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей. Такую же сумму подарят участнику, набравшему наибольшее количество голосов. Кто же станет обладателем главного приза? Вполне возможно, что кто-то из наших сегодняшних гостей. Мы рады представить вам Гузель Муратову и Айдара Сулейманова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем вас заинтересовал этот конкурс? Вы приехали в такую даль, в холодный край. Ну, лично меня заинтересовало то, что здесь собраны все туркоязычные народы, братские. Для меня, в первую очередь, это очень важно для того, чтобы познакомиться с культурой наших братских народов и показать свою культуру. И рассказать немножечко о своей культуре, о своем народе. Общение, в первую очередь. Ну, и это опыт. Обмен опытом, да? Обмен опытом обязательно, конечно. Я полностью согласен показать свою культуру другим регионам России. Это, конечно же, дорогого стоит. Айдар, но мы знаем, что вы заслуженный артист Татарстана, вы оперный и эстрадный певец, да? А какую песню вы будете исполнять на конкурсе этномузыки? Какая музыка все-таки для вас ближе? Конечно, каждой народности ближе его народные песни. И на конкурс «Биркюнд» я привез народные песни. А какую песню есть? Это песни «Райхан», это песни «Ильщибага». Вот такие. Гюзель, а вы представляете Крым, да? Вот на каком языке вы будете петь? Я буду петь на своем родном, естественно, языке, на крымско-татарском. Крымско-татарский язык – это язык крымских татар, которые сформировались на территории Крыма, как народ отдельный, создали слуханство крымское. А ваши языки, они похожи, да? Ну, мы можем общаться между собой, просто чуть-чуть разные диалекты, немножечко. А так мы похожи. А вы будете использовать в своих номерах бубин, хамус? Ну, музыкальные инструменты. Вы знаете, я заметил такую вещь, что еще один фактор, который объединяет всех участников, это использование хамуса, воргана, кубиза. Вот в аранжировках это есть. Например, у меня используется кубиз. А у нас именно эти инструменты, мы их не используем. Вы не используете? Нет, у нас другие инструменты. Что у нас САС, САС – щипковый инструмент, струнно-щипковый инструмент наш национальный. У нас кларнет, допустим. Хавал – это такой духовой инструмент, хавал называется. Ну и, в общем-то, вот такие вот. Гузель, какую песню вы будете вспомнить сегодня уже на записи? Сегодня на записи мы… на записи или на концерте? На концерте, на записи. Ну, это же как бы этнический конкурс, и здесь в основном я привезла свои народные песни, обработанные в современном виде. А можно вот сейчас вас попросить, да, что-то очень коротенькое исполнить для нас, для наших телезрителей? Да, я исполню народную песню, называется «Йосмам». Ну, это песня о любви. Ага. Кеман, чем-нен тэлэррррри, Йосмам бахлахмадыр, бахлахма. Йосмам бахлахмадыр, бахлахма. У меня мурашки потило прямо с такого голоса, Гузель. Ну, Айдар, конечно, мы вас тоже хотим послушать, если можно. Буквально? Да, коротко. Татарской народной песни «Райхан». Райхан, измин кэм наркуй ган, сине уйлаб кэм туй ган. Спасибо. О чем эта песня, Айдар? О любви к девушке. Я поняла, о чем. Айдар, мы знаем, что вы в Якутии приезжаете к нам во второй раз, да? Гузель, вы впервые. Да, впервые. Чем вас вот в этот раз вот для Айдара удивила Якутия и для вас вот к чему? Я, конечно, мне очень безумно понравилось. Это для меня что-то такое невероятное, что-то такое, как другой полюс. Но на самом деле для нас это какой-то другой. Другая планета. Вообще другая планета, я тоже говорю, я как на Луне. Тут все очень круто, мне очень понравилось. Единственное, что я просто немножечко не привыкла к такому холоду. Для меня это был как стресс немножечко. Ну, да, я вас понимаю, да. После Крыма. А меня, конечно, поразила сокровищница Якутии. И я подумал, что вы берете богатство у земли и сохраняете это для России. Это очень, очень круто. Спасибо вам за такие теплые слова. Даже не ничего мне добавить. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Но мы ждем вас в феврале. Вы же в феврале к нам вновь приедете, да? Вообще, как вы настроены на участие, на победу? Вот с каким настроем вы принимаете участие в корпусе? Знаете, главное, на самом деле, участие. И это единение всех тюркоязычных народов. Да, главное, что мы познакомились. Мы все-таки братские народы все. И мы должны держать связь здесь, на территории России. Мы должны все между собой общаться и быть дружными. Это, кстати, интересно. Для нас очень важно. Как вы общаетесь сейчас с другими конкурсантами? Ну, вас немного же, 11 человек всего же, да? И вы как-то вместе отдыхаете, вместе? Время проводите вы, да? То есть мы до конкурса уже за месяц уже начали общаться в интернете. И мы друг о друге знаем, знаем. Вот лично вот вам, кто нравится больше всего? За кого болеете? Да, за кого болеете? За всех болеет. Квизиаристы. Мы тоже, мы не можем так вот кого-то... Выделить, да, одного? Нет, ну, как бы выделяем, может, но мы вообще со всеми подружились, всех любим. Что ж, мы желаем вам удачи на конкурсе. Ждем вас в феврале в нашей студии снова. Приезжайте, обязательно рассказывайте о своих. И да, какой же татарин без чак-чака мы вам хотим подарить от нас. Ура! Лакомство национальное. Музейного Казаха отправится. Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...